Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем в игрушку под названием 60 секунд. Это инди-проект про выживание, как вы уже, наверное, догадались. Эту игрушку мне позоветовал Кун. Сказал, будет весело. Что ж, давайте смотреть. Atomic Drill, Apocalypse, Scavenge и Survival. Это, я так понял, режимы. Ну, давайте с первого начнём. Начать. Начать выживание. Научитесь всему по поводу того, как... Ну, по поводу собирательства и выживания. В условиях... Этого... Господи. Атомного апокалипсиса. Этот туториал на 100% подготовит вас, ну, ко всему нужному. Начать выживание. Начать приключения. Добро пожаловать в туториал. Проявляй внимание к моим фразам и просто делай то, что я скажу. Удерживай левую кнопку мыши, чтобы пропустить мои слова. На каждый раз, как ты это делаешь, красные бросают ядерную бомбу. Ха, класс. Встань на жёлтый крест. Нет времени на отдых, двигайся к... К чему-то там. Отличная работа. Пока этого... Пока... Ёпф. У нас есть надежда. Это здорово. Ещё раз, внимательно. Ну, вот он. Неплохо. Но вы всё ещё должны быть в хорошей форме. Найдите Тимми. Тимми! 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 Это похоже на игровую. Вот, я нашёл Тимми. Хорошо, ты знаешь чертежи своего дома. Готовься... Поспорить, что... Что-то там красное... Что-то... Хватайте Тимми. Грэп-то Тимми. Есть. Семья прежде всего. Семья прежде всего. Стоит взять и остальных членов семьи. Допустим. Найдите банку. Есть. Хорошо. Мы справились. Суп это прекрасный выбор. Эта банка поможет прокормить четырёх членов семьи за один день. Недурно. Так, найдите бутылку с водой. Вижу. В убежище. Каждый предмет занимает один слот. Нужно нести их к люку. Хорошо. Вы хотите видеть эти припасы в своём убежище? Найдите люк, в который их можно вбросить. Хорошо. Ну давай, я уже хочу начать выживать. Ах, ёб твою мать. Вот это аккуратно спустил припасы, конечно. Бинго! Вы обеспечили себя небольшим запасом продовольствия и воды. Даже маленьким Тимми. Никто не знает, как долго вы будете находиться внизу. Вам нужно радио. Хорошо. Туда его. Порядок. Нужно найти карты. Карты. Вот это? Хватай. Хорошая работа. Так, найди пять предметов и кинь их в убежище. Ну хорошо, но я пока ничего не могу поднимать. Ага, вам дадут 60 секунд. Давайте попробуем. Ну давай попробуем, чё бы не. Ещё пять предметов. И всех членов семьи. Следующие 60 секунд. Ох, блядь. Меткит. Вода. Быстрее. Что это такое? Бежим. Бежим. Просто быстрее. А, всё. Четыре слота. Понял. Бросай это говно туда. Бери жену. Бери карту. Что? Всё, хватай. Хватай топор. Топор туда. Хватай эту херню. Жратва. Жратва. Вода. Всё это. Быстрее. Ещё жратвы воды. Быстрее. Быстрее у нас нет времени. Хватай её тоже туда же. Винтарь, хватай. Всё. Всё, мы справились. Хорошо. Накидал всё, что было. Встретимся внизу. Ну, хорошо. Потренируемся в выживании, значит. Оп. Нормально. Я думаю, у нас все шансы. День первый. Тайван. День первый. Ты добрался до убежища. Поздравляю, но обучение ещё не закончено. Теперь ты здесь, с ресурсами, которые ты взял, с людьми, которые пришли с тобой. Ничего более. Тебе предстоит сделать многое. Следующие несколько дней я буду учить тебя выживания. Ты всегда можешь найти информацию о своём убежище и о выживальщиках в журнале. Первым делом мы должны распределить еду и воду. Если вы не будете кормить и поить себя, и также людей, которых вы взяли с собой, то вы больше не увидите солнечный свет. Ну, понятно. Если у вас есть немного воды или еды, вы можете накормить персонажа, нажав на консервную банку или бутылку воды под лицом персонажа. Если вы нажмёте на лицо персонажа, вы сразу дадите ему и то, и другое. Конечно, вы можете сохранить свои припасы, но каждому нужно питаться. И на заметку. Обычный человек может выжить без воды только 4 дня. Без еды человек может прожить месяц, поэтому всё нормально. Так. Воды полно, жратвы так себе. Давай чередовать тогда. Без воды 4 дня, значит по 2 дня можно не пить. Вперёд. Поверьте мне, вентиляционный гул может свести кого-нибудь с ума, если вы не займёте себя чем-то. Надо что-то делать. Отдохните. Продолжим завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи. День 2. Так. Доброе утро, выжившие. Надеюсь, вы спали хорошо. Кровати удобные, нет? Лучше используйте их, потому что вы останетесь здесь навечно. Ладно, начнём сегодняшнее задание. С распределения рациона. Делать это вы должны будете каждый день. Сделали? Хорошо. Идём к следующему. Сейчас послушайте. Есть риск того, что рано или поздно останетесь без припасов. Всё может быть полезным. Но вода и еда – самое полезное в вашем выживании. Если она кончится, вы умрёте быстрее, чем, я скажу, хот-дог. Так что иногда вам придётся отправлять людей на поверхность, чтобы они принесли больше ресурсов. Вы будете подготавливать экспедицию за день до её отправки. Будьте осторожны. Изнурённые люди не могут быть отправлены наружу. Мэри Джейн не создаёт новых проблем сегодня. Нет новостей никаких от Тимми. Этот день был прекрасным для Долорес. Это утро было достаточно спокойным для Теда. И у него всё хорошо. Так, сегодня жрёте только вы. Они один день не пили. Значит, завтра попьют все. Поехали. Отправка людей на пустоши. Серьёзное дело. Сделайте это слишком рано. Скорее всего, они умрут. Больные или сумасшедшие люди, вероятно, погибнут там. Один человек за раз. Если вы заходите на пустоши, продолжите выход на пустоши, вы выберёте никого. Я понял. Ну, пойдёт, наверное, мужик. Мужик. Сто процентов пойдёт мужик. Третий день. Так, мужика с нами нет. Это тренировка. Так что, ваш исследователь вернётся через некоторое время. Но в случае реального апокалипсиса, он может уйти на пару дней. В то же время, вы столкнётесь с другими проблемами, которые испытают ваш предел. Которые испытают ваш предел. Я говорю о принятии решений, которые могут потащить даже самый сильный мужской характер. А, пошатнуть самый сильный мужской характер. Простите меня за моё читание. Мы увидим. Из какой глубины... Чего, простите? А, из какой глины вы сделаны? Но сначала определитесь с пищей и водой. Мы не хотим никакого голодания. Голодающего сейчас. Не так, Рэн? Все должны пить, включая Мэри Джейн. Осталось ли немного воды? Слишком долго без воды. Без воды. Это отправился. Понятно. Воду всем. Но сегодня вы не едите. Так, я служил в армии. Так что не знаю, что такое фантазия. Но ты, скорее всего, умеешь фантазировать. Так что представь себе сценарий. Ты видишь хомячка своих детей, который каким-то странным образом опробрался в убежище. Твои дети сильно его любят. Но нет ничего лучше жареного хомяка, когда ты голоден. Теперь выбор зависит от вас. Приготовите ли вы его? Каким-то образом забрался в убежище. No fucking away. Просто даже если вспомнить, Fallout, там же все мясо, которое добывалось из животных, оно же было радиоактивным. Ну и ладно. Хороший выбор. Этот маленький пушистый друг может остаться с вами. И потолстеть. Может быть, он будет единственным источником еды, когда ваши консервы закончатся. Нормально. Так. Поразительно. Но Мэри Джейн прекрасно справляется с данной ситуацией. Она прекрасно выглядит. Тимми в наилучшем состоянии. Сегодня был относительно спокойный день. Что ж. Едят, наверное, все. Поехали. Вы можете встать лицом к лицу с решениями, когда вам предстоит использовать ваше снаряжение. Но иногда у вас не будет нужных предметов. Поэтому будьте уверены, что у вас есть припасы. На все случаи жизни. Запомните, каждый предмет нужен для чего-то. Что вы сегодня хотите делать? Почистить ружье, послушать радио или пустить солнечных зайчиков фонариком? Наверное, будем слушать радио. Или почистим винтовку. Давайте послушаем радио. Почему бы и нет. Пятый день. Тихим ходом мы выживаем. Так. Ты вернулся. И у тебя ушиб. Это паршиво. Радио имеет решающее значение для установления связи с американской армией. А также, чтобы знать о каких-либо проблемах, которые могли бы... которые бы могли быть важны в дорогу. Если вам повезет, может быть, вы словите какую-нибудь музыку. Хорошие новости. Экспедиция вернулась. Но иногда она возвращается с новыми припасами. Иногда нет. В другом случае, они могут вернуться сильным заражением. Поверьте, вы не хотите заразиться. Я слышал, что светиться в темноте не так уж... А, не так смешно, как это кажется. В этот раз ваш исследователь поранился. Но он восстановится после обработки раны с помощью аптечки. Вы можете использовать только одну аптечку в день. Всегда хорошо, когда вокруг спокойствие. Сегодня не произошло ничего нового с Мэри Джейн. Летимим в наилучшем состоянии. Чувствовать себя хорошо. На что жаловаться? Хорошо. Так, получил травму. Тогда мы тебя лечим. Кормим. Поем. И лелеем. Все, ел. Все остальные сегодня на диете. В убежище должен быть, по крайней мере, один человек, чтобы понимать происходящее. Если вы отправите последнего выживающего на поверхность, вы не будете знать, что происходит в вашем доме. Иногда выживший возвращается. Может принадлежать еще кому-нибудь другому. Этот день был трудным. Советую немного поспать. Ну, младушки. Давайте поспим. День шестой. Так, у нас уже нету Медкита. У нас пять бутылок воды и три банки еды. Жрать пока никто не будет. Я так думаю. Утро, люди. Вы, наверное, задаете себе один простой вопрос. Какой смысл сидеть в этом атомном убежище? Почему я не могу просто уйти? Ну, уход является смертельным приговором. Если радиоактивные болезни не убьют тебя, то гигантские скорпионы уж точно. Можешь поверить мне на слово. Ваш единственный шанс дождаться прибытия наших мальчиков. Таким образом, каждый хороший гражданин должен сделать одну вещь. Искать контакт с американскими военными и ждать спасения. Все должны пить, включая Мэри Джейн. Так, уже все хотят пить. Долорес хочет пить. Тед не будет пить. И есть Тед тоже не будет. Нет-нет, спасители не придут сегодня. Но рано или поздно придут. Вам нужно следить за сигналами по радио, чтобы быть готовыми отправиться на пустоши. Но будьте осторожны. Это могут быть не солдаты, а могут быть бандиты или хуже. Такое правило. Вы откроете дверь только если постучат два раза. Помните? Два стука. Окей? День седьмой. Я так подозреваю. Вы должны будете помнить, что несколько дней будут очень напряженными. Многое может случиться. Так что вам следует быть готовыми. Вот почему любой день, что дает вам перерыв, является благословением. Ешь, пей и расслабляйся. Думай о тех ублюдках-коммунистах, которые не имеют удобные бункеры, как вы. Эта мысль всегда посещает меня через день. У Мэри Джейн все ок. Тимми хорошо. Долорес. Вот это нет никаких проблем. Ну раз у вас нет никаких проблем, так вы не жрете и не пьете. Так. Так долго в вашем убежище будут припасы. Как долго? Столько времени вы и выживете. Но каждый выбор, который вы сделаете, может вернуться к вам и укусить вас за задницу. Даже после нескольких дней или недель. Ого. Выбирайте с умом. Это обучение. Но когда бомбы начнут падать, это будет совершенно другая история. День восьмой. Если бы я был тобой, я бы проверил дверь. Наша группа спасения может прийти в любой день. Но будьте осторожны. Это постапокалиптический сценарий. И вы никогда не знаете, что будет. Мэри Джен Сюок. Кимми не похож на сильного мальчика, но выглядит он прекрасно. Прекрасный для Долорес. Так, Тед нуждается в воде. Попей. Давайте, пускай лучше все попьет. Жрать пока никто не хочет. Кто-то стучит в дверь. Вы услышите несколько ударов. Если вы прислушаетесь, то услышите последовательность из трех стуков. Откроете ли вы люк? Трех? Нет, не открою. Там же два было. Ну да, два стука. Должно быть. День девятый. Хорошо. Это был не тот стук, которого вы ждали. Ну да, правильно. Будьте осторожны. Всегда запоминайте это. Если вы будете осторожны, то вы и ваша семья будет в порядке. Или хотя бы вы. Все. Всегда хорошо, когда вокруг спокойствие. Сегодня не произошло ничего нового с Мэри Джейн. Нет никаких новостей от Тимми. Толорес довольно тихая. С Тедом не произошло ничего нового. Ну, значит, вы не жрете. Пока вы считали овец в своей голове, еще одна серия стуков прервала счет. Кто-то очень сильно ломится в дверь. И скорее всего... Два стука. Два стука. Снова и снова. Откроете ли вы дверь? Конечно, открою. Два стука. Конец. Конец. Хорошая работа. Ты в безопасности с нашими храбрыми солдатами. А теперь... Мы все можем поесть яблочного пирога. Как это по-американски? Ты заслужил это. Теперь вы можете вернуться в свой милый дом и продолжать свои... ИДИ... ИДИ... ИДИЛИЧЕСКИЕ ЖИЗНИ? Допустим. Если произойдет проблема атомного характера, вы знаете, что и как. Спасти себя. Надеюсь, это никогда не случится. Но если и так, желаю удачи. Увидимся, если это все же... Взорвется. Класс. Вы выжили 10 дней. Успешно прошли военную подготовку. Заебись. Вы прошли. Тут, конечно, есть еще несколько режимов. То есть, типа... Самого апокалипсиса, добывания и... Наверное, самого продвинутого выживания. Но это, я думаю, уже посмотрим, может, в следующий раз. Ну, если вам, конечно, это было интересно. Это было забавно. Это не This War of Mine. Это что-то такое стебаное. Что-то такое, ну, более трэшовое. Но забавное. На самом деле, оно забавное. Нельзя эту игру критиковать, потому что она забавная. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами был Марс. До новых видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok